всем привет меня зовут ирина шельменко я скетчер иллюстратор и рисую в основном я спиртовыми маркерами сегодня мы с вами познакомимся с самым популярным брендом это маркеры копик спиртовые маркеры также мы узнаем чем же все таки отличаются спиртовые от простых маркеров и узнаем особенность данного и бренда и вообще особенность спиртовых маркеров как ими работать во-первых скажу что существует у копиков четыре вида маркеров это копик скетч копик классик копик чау и копик white отличаются они все наконечниками либо объемом чернил данном случае копик скетч отличается тем что у него есть наконечник браш и есть наконечник долото у классик отличие от скетч то что во первых корпус квадратный наконечник с одной стороны долото как и у копика скетч а с другой стороны идет наконечник пуля тоненькая далее у нас идет копик чау он идентичен по наконечникам копику скетч но имеет объем гораздо меньше чем копика скетч и еще один редко встречающий маркер но для каких-то быстрых заливок вот такой вот копик white он имеет один наконечник в сильном такой вот широкий чаще всего я использую своей работе именно копики скетч почему копики очень популярны во-первых это бренд который не имеет никаких аналогов и подделок он единственный в таком корпусе он единственный в таком дизайне этот бренд имеет колпачке которые наиболее приближены к цветовой палитре самого маркера ну например если мы посмотрим и нарисуем на листке цвет как мы видим что у нас цвет наиболее совпадает также на колпачках имеется номер который не стирается ни при каких обстоятельствах это уже протестировано протестировано годами далее еще один фактор это то что они заправляются имеют чернила которые можно легко приобрести также меняются все наконечники вот эти вода все наконечники помимо этого их довольно таки надолго хватает и сама цветовая палитра цветовой круг маркеров имеет 358 оттенков это очень много и достаточно чтобы работать в профессиональные иллюстрации единственный момент то что цена этих маркеров гораздо выше других но как говорится качество у нас само за себя говорит это чистый японский бренд и и делается все полностью в японии то есть есть бренды которые делаются в китае либо в корее либо еще что-нибудь наконечники в японии к примеру но это тот маркер который полностью изготовлен в японии так теперь давайте посмотрим вообще принцип работы как же работать со спиртовыми маркерами вот смотрите у у нас есть три оттенка розовых и они разные по тональности светлый среднего оттенка и он добавок еще и ярче и потемнее мы берем светлый оттенок я работаю сейчас кистью наношу на бумагу для маркеров она имеет 200 грамм плотность специальная для маркеров ее также можно приобрести в магазине арт портал далее я беру следующий оттенок я могу начинать отсюда во чтобы смешать их либо отсюда заходя слегка на слой предыдущего цвета для того чтобы у меня получилось идеальное смешивание я слегка захожу не полностью на весь слой а просто вот этот вот край прохожу и смешиваю между собой за счет этого у меня получается идеальный градиент далее я могу также с темным сделать с более темным оттенком беру предыдущие опять же цвет и заливаю именно кончик это свойство подходит ко всем маркерам которые имеют спиртовую основу копики сами по себе идеально смешиваются идеально ложатся на бумагу и если мы добавим к примеру мы хотим сделать более сложный переход например от зеленого к сиреневому то желательно смешивать наиболее приближенный по тональности допустим светлый зеленый с со светлым розовым и тогда у нас будет наиболее плавный переход то же самое то есть мы делаем наложение и у нас прекрасно смешиваются цвета и если мы хотим темный смешать с более таким малиновым до нашим розовым мы также накладываем и растушевываем вот этот вот край у нас они смешиваются идеально если мы смешиваем ну к примеру темный и светлый розовый как видите нам чуть чуть сложнее растушевать но при наложении мы можем сделать допустим если у нас в рисунке какой-то нужен сложный оттенок мы можем это наложение сделать единственное на светлый маркер желательно после этого прочистить в данном случае у нас он не испачкался но бывают такие случаи когда светлый маркер он при смешивании пачка ци вот допустим еще более светлый здесь у нас еще сложнее смешать ну вот в принципе чистый остался наконечник важно еще подобрать бумагу которая будет позволять хорошие хороший градиент для смешения маркеров есть еще блендер многие задаются вопросом что без него нельзя вообще рисовать это такой нулевой маркер он нужен просто для растушевки то есть именно если вам нужно высветлить какой-то цвет сделать какую-то растяжку более плавную вот как видите он высветляет данный оттенок на тон на несколько даже тонов еще допустим сделаем сейчас какой-нибудь рисунок зальем заливку лучше делать круговыми движениями у такими не вот такими как мы привыкли фломастерами в детстве да потому что у нас здесь наконечник идет браш и в данном случае у нас хорошо накладывается друг на друг на друга слой и за счет этого у нас появляется плавный градиент и плавный слой практически не видны никакие штрихи и допустим сделаем медузку примеру и блендером мы можем сделать какой-нибудь интересный узор он выедает особенно на более темном оттенке это очень хорошо видно такие вот моменты можно создать за счет блендера и чем больше мы будем удерживать маркер тем сильнее у нас будет выедаться оттенок на более бледному его практически не видно то же самое желательно чистить наконечник сразу же если мы хотим создать объем за счет маркеров допустим нарисуем круг я рисую круг бледным маркером и заливаю его полностью опять же я делаю это с такой вот заливкой далее я накладываю пока у меня влажный слой далее я накладываю более утемненный оттенок и могу его растушевать по краям у меня уже появляется легкий объем как только мы еще добавим еще более темный цвет и растушуем предыдущим не светлым а предыдущим у нас появляется еще больший объем и наш круг превращается в шар оставляя вот такой вот блик мы задаем также больший объем я еще оставила немножко для рефлекса часть за счет этого наш шарик становится объемным учитывая что у меня есть на данный момент допустим три цвета и мне нужно сделать еще от него к примеру падающий тень таким вот плавным с растяжкой движением я рисую и к самому шару я накладываю более темный оттенок и растушевываю более средним я сказала оттенком у нас как видите получается падающая тень для того чтобы еще более сделать контрастно мы можем добавить зеленый цвет и растушевать нашим малиновым за счет этого у нас еще больший объем появился и шарик прям вылазит за листик поэтому мы можем любые оттенки смешивать между собой маркеров допустим зеленым и также можем добавить на шарик потому что бывает так что шар находится с каким-то рядом предметом и за счет этого у нас отражение появляется это здорово можно все сделать спокойно спиртовыми маркерами я использовала оттенки g28 rv34 white g25 rv66 и rv32 вы можете подобрать любые оттенки и даже пятью маркерами создавать интересные иллюстрации делать упражнения обучаться и пробовать экспериментировать что можно сделать маркерами потому что в принципе то же самое мы можем сделать с голото но здесь заливка должна быть также круговая и мы можем работать с этим наконечником с разных сторон допустим тонкая и широкая немногие пользуются этим поэтому вы можете спокойно рисовать тонкие какие-то линии и также широкие что касается браша наконечника им гораздо больше можно создать эффектов он более пластичный этот наконечник можно различные фактуры разные линии более тонкие толстые к примеру менять как вот кисточкой рисует так и здесь мы можем менять направление менять нажим и от этого у нас будет меняться линия поэтому самый удобный наконечник в этом плане естественно браш на сегодня все я познакомила с вами вас маркерами копик надеюсь информация была для вас полезна и вы сделаете верный выбор при покупке спиртовых маркеров копик в магазине арт квартал всем спасибо до свидания